Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Будем мы говорить про малый и средний бизнес в России, медленное угасание или затишье перед рывком? Так стоит у нас вопрос. Ну а в первой части мы обсуждаем тему, о которой активно дискутируют уже разные СМИ. Бешеные животные, риск столкнуться с ними в Кирове. Итак, уже наши коллеги пишут о том, что бешенство сместилось в центр Кировской области. Все ветеринары бьют тревогу, заболевание в этом году распространяется достаточно быстро. За 2017 год уже 41 случай бешенства, из них 10 в Кирове. В прошлом году за аналогичный период времени было 32 случая заболевания, зарегистрировано всего по 2016 году 67 случаев. И в гостях у нас сегодня Сергей Чучалин, начальник управления ветеринарией Кировской области и главный государственный ветеринарный инспектор. Сергей Федорович, добрый день. Добрый день. Ну и опрос на нашем сайте eho.kirova.ru и в группе ВКонтакте. Признаки бешенства у животного вам известны, неизвестны, либо не задумывались? Вот сейчас я смотрю, в нашей группе поровну примерно 43% за варианты известны, либо не задумывались. Ну посмотрим в конце часа результаты опроса. Ну вот Юля уже сказала, что 41 случай в этом году, для сравнения, за аналогичный период прошлого года было 32. С чем именно можно связать рост? Небольшой. В первую очередь мы ежегодно проводим анализ подъема эпизоотии. Он в основном регистрируется в март-апрель. Следующий подъем эпизоотии планируем на июль-август месяц. Регистрация заболеваний бешенством в основном зависит от физиологии основного переносчика вируса бешенства, резервуара вируса бешенства – это лисица. Учитывая то, что в мае месяце сейчас лиса уходит в норы для рождения потомства, новое потомство выйдет в июне месяце. И в течение июля-августа народившееся поголовье будет выходить из нор и занимать территории для дальнейшего обитания. Поэтому пойдет новый контакт народившегося поголовья с животными дикими, которые находятся в инкубационном периоде, которые заражены бешенством. И, соответственно, животные будут вновь заражены, ранее здоровые, и всплески опять бешенства. То есть можно ожидать, что в этом году будут рекордные какие-то цифры по количеству выявленных животных, заболевших? Ну, хотел бы сказать, что тот объем мероприятий, который проводится, он должен предупредить дальнейшее распространение. Поскольку все средства, все возможности брошены на ликвидацию очагов бешенства, в первую очередь. Там зарегистрированы, во вторую очередь, в угрожаемых зонах проводится аналогичная работа по предупреждению заноса вируса бешенства. Отметить тот факт, что только уже в текущем году проведена весенняя раскладка вакцины, именно против бешенства диких плотоядных животных, в количестве более 1 миллиона доз. Данной работой были охвачены не только охотугодия на территории практически всех районов области, но и, конечно, большое внимание уделено муниципальному образованию город Киров. Поскольку немалая часть территории, находящаяся в границах административной территории муниципального образования города Киров, занимают лесопарковая и парковая зоны. Мы отмечаем совместно с Управлением охраны с помощью животного мира, что в данных зонах свободно обитают лисицы, дикие плотоядные животные. Сформировался у них уже, так скажем, такой оседлый образ жизни в этих лесопарковых зонах. И, с одной стороны, проблема изъятия данных диких животных, поскольку эти территории не являются охотугодиями. С другой стороны, животные, данные в случае контакта с больными животными, будут нести угрозу именно заболеванию домашних животных и человека. Еще раз хотели бы обратить внимание, что домашние животные и человек являются жертвой именно вируса бешенства, жертвой покуса. И, конечно, вот анализируя май месяц, мы отмечаем, что в текущем году май отмечается случаями бешенства именно домашних животных. Но вот эта особенность, как я понимаю, в этом году, то, что если раньше большая часть случаев были связаны с дикими животными, то сейчас идет смещение больше к домашним. Такую динамику мы тоже ежегодно анализируем. Год на год не приходится. В прошлом году 90% это были дикие животные, 10% приходилось на домашних животных. В текущем году 70% это дикие животные и 30% домашние животные. И, конечно, вызывает озабоченность ситуация, складывающаяся в городе Кирове и на приграничных территориях районов. Особенно начиная с мая месяца, когда жители города Кирова со своими животными поехали на свои садовые, дачные участки. Да, соответственно, выезжая из территории города Кирова, животные не все вакцинированные. То есть мы по динамике возникновения случаев бешенства у домашних животных констатируем, что животные, все заболевшие, не были привиты от бешенства. Поэтому много внимания уделяется выездной работе по вакцинации домашних животных. Хотя в соответствии с законом ветеринарии все владельцы животных обязаны предоставлять в государственные ветеринарные учреждения для проведения вакцинации своих животных. Но мы используем такую форму работу как выездную. То есть в настоящий момент с 22 по 28 мая проводится выездная вакцинация в поселке Порошино всех восприимчивых животных. Это не только собаки, кошки, но и продуктивный скот, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот. Поскольку бешенству, заражению подвержены и заболеванию все виды теплокровных животных. А вот вы говорите, что в основном в приграничных зонах есть опасность. А в городе? Если я пойду гулять с собакой, с ребенком, в Александровский сад, в парк имени Кирова, в парку филармонии, есть опасность встретить бешеные животные? Насколько она высока? Каждый раз по факту возникновения заболеваний мы проводим расследование, в ходе которого устанавливаем, можно сказать, жуткие вещи, которые приходится слышать от свидетелей, от очевидцев. Контакты именно с дикими животными, в частности в Заречном парке. случаи, когда были в районе охотничьего домика, это вот где кафе в Заречной части находится, плавучее. Свидетели говорят о том, что не только взрослые, но и вместе с детьми фотографируются с дикими животными. Вот даже такие случаи. Конечно, взрослые все должны знать, что контакт с диким животным, это всегда должен вызывать подозрение и подход диких животных к человеку. Мы говорим, это первая стадия заболевания бешенством у животных. Это такая лояльность, спокойное поведение, доступность к человеку. Человек может покормить с руки. А вторая стадия — это именно агрессивность. То есть спокойная стадия, сменяется уже буйством, агрессией, хриплостью голоса, слюнотечением, отказом от корма, водобоязнью и быстрым наступлением смертельного исхода. Кроме того, нужно предупредить население города Кирова и всех районов области. У нас есть такая традиция, наверное. С одной стороны, она гуманная. При корме белок с рук кто-то ежей кормит, приручает, берет домой. Нужно сказать, что у нас на соседней территории Удмуртской республики были несколько случаев заболевания ежей бешенством. Также в разрезе регионов Российской Федерации бешенство регистрируется. И у барсуков, опять же говорим, белочек, мышевидных грузунов. Даже те домашние крысы, которые семьи приобретают, они тоже болеют бешенством. И ситуация, которая сейчас складывается на территории города Кирова, она должна побудить всех жителей города Кирова быть предельно бдительными. Случай, который произошел, вот выявление вируса бешенства у щенка в районе, значит, проживающего улица Некрасова. Человек приобрел щенка, взял в добрые руки щенка, гнездо которого родилось в поселке Бахта на одной из пилорам. И вот это гнездо, там около 6-7 щенков были через волонтерскую организацию переданы в частные руки. Причем не только владельцу в город Киров, но и также в районную область, в том числе есть информация, что и в республику Коми. Поэтому все материалы переданы... И они все оказались заражены бешенством. Ну вот по случаю, по которому человек обратился в государственное учреждение ветеринарии, диагноз на бешенство был поставлен. По всем остальным щенкам, опять же мы говорим, что животное должно быть в контакте с больным животным, чтобы заразиться бешенством. А по всем остальным случаям, представителями Министерства внутренних дел, которым направлены соответствующие запросы, сейчас проводится работа по установлению тех владельцев щенков, которые были переданы. Я поняла, нам, к сожалению, нужно сейчас прерваться. Я напомню, что говорим мы о бешенстве бешеных животных, насколько велик риск столкнуться с ними в Кирове. Сейчас на небольшой перерыв уходим и очень скоро вернемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается программа «Дневной разворот». Говорим мы про ситуацию с бешенством в регионе. У нас в гостях начальник управления ветеринарии Кировской области Сергей Чучалин. И в перерыве мы как раз затронули тему, что вот если кто-нибудь живет за городом, то как избежать контакта с животным, которое возможно, что заражено бешенством? В первую очередь не нужно подходить к животным. Вообще человеку, заметив дикое животное, нужно оградить вот такой контакт, поскольку бешеные животные, они могут подойти сами, не надо там человеку подходить. Во-вторых, человеку не нужно самостоятельно ставить диагноз, подозрение на бешенство, любую информацию о нахождении диких животных на территории населенных пунктов, в частности по городу Кирову. Данный вопрос обсуждался на комиссии по телевизионным ситуациям в администрации города Кирова. Нужно сообщать в единую дежурную диспетчерскую службу администрации города Кирова по телефону 48 400 или 64 400. Вся информация, которая будет получена от населения города Кирова, она будет в дальнейшем использована оперативно для изъятия диких животных, которые будут представлять опасность для человека. А тем, кто живет за городом, имеет смысл, например, обращаться в ваше управление с просьбой условно приехать и разложить где-то в окрестностях этого садового товарищества, там поселка, вакцины? Конечно, работа по раскладке вакцины, которая проводится, ей предшествует большая подготовительная работа на уровне администрации города Кирова с участием охотпользователей, с участием представителей территориальных отделов администрации города Кирова, председателей садоводческих товариществ. Поскольку лисица сейчас ведет образ жизни, именно приближенный к человеку, к деятельности человека. Поэтому искать лисицу где-то в лесах ее не нужно. Вся лисица сейчас находится вблизи именно человека. Поэтому при планировании раскладки вакцины были учтены не только места проживания человека, но и места нахождения кладбища, там, где тоже есть безнадзорные домашние животные. Но так по традиции заведено, что люди, посещая своих родственников усопших, оставляют на могилках продукты питания, отдавая дань, которыми питается безнадзорное животное. То есть, по сути, это домашнее, но одичавшее. И такие места скопления могут породить всплеск заболевания домашних животных, но и риск покуса человека. Поэтому мы в своей работе всегда прислушиваемся к мнению жителей города Кирова и просим сообщать и в управлении ветеринарией, и на территории города Кирова оказывают ветеринарные услуги и проводят мероприятия. Кировская областная станция по борьбе с болезнями животных. В обоих учреждениях функционируют сайты, официальные сайты и госорганы, и учреждения. Размещена на сайте управления ветеринарией Кировской области вся информация контактна в разрезе всех учреждений, районов области оперативно. Поэтому мы призываем подключиться к этой работе всю часть неравнодушного населения области, руководителей сельхозпредприятий, поскольку и сельхозпредприятия сегодня тоже находятся под риском заражения бешенством. Поэтому и всех продуктивных животных в сельхозпредприятиях ветеринарная служба тоже проводит вакцинацию против бешенства. Вот в прошлые годы, я помню, если и бывали в городе какие-то случаи, это было связано с Садаковским. В этом году и Порошино, и Заречная часть, и Дымково. И здесь неожиданно, можно сказать, ну не в центре города, но все-таки автовокзал. А там было выявлено животное на улице Некрасова. С чем связано, что вот в этом году такое большое количество случаев именно в областном центре, не где-то в районах? Ну, во-первых, опять же, анализируя, мы видим, что город Киров со всех сторон окружен был в прошлом году неблагополучными районами по бешенству. Это и Слободской район, Кирово-Чепецкий, Оричевский, Юрианские районы. И учитывая уже такое стационарное неблагополучие по бешенству, факты захода диких животных на территорию административного города Кирова имели место. Дальнейший контакт уже с животными, у которых есть владельцы или безнадзорные, он уже повлек возникновение бешенства. И тот случай, который на улице Некрасова был, он как раз связан со щенком, который был перевезен из Бахты в город Киров. Щенок, которого лечили в ветеринарных клиниках. И в конечном итоге были направлены владельцы животного в городскую ветеринарную лечебницу, где есть условия для карантинирования. Мы еще раз хотели бы обратиться к жителям города Кирова и районов области, чтобы животных при подозрении, опять же говорим, вот такие несвойственные симптомы, это не кишечные заболевания, не респираторные заболевания, как можно быстрее доставляли животных именно в государственные учреждения, в которых есть условия для карантинирования, для временного содержания, наблюдения за животными, ну и, соответственно, для дальнейшей постановки диагноза. А сколько такое животное должно быть в карантине? Согласно ветеринарных правил, как минимум 10 дней. Ну, а есть надежда, что если, например, у кого-то домашнее животное, видно, что оно получило бешенство, заразилось, и как-то излечить, потому что сколько случаев слышим в основном, то есть животное убивают потом? В моей практике и в практике наших ветеранов, ветеринарной службы, ни одного случая выздоровления животного после появления симптомов не было зарегистрировано. Ну вот сейчас в городе уже увеличивается количество случаев, мы сейчас об этом говорили, стоит ожидать, что и в следующие годы эта тенденция будет еще увеличиваться, увеличиваться. И ситуации такие станут привычным делом, можно сказать? Прогнозировать можно такую ситуацию, но опять же наша задача сегодня с владельцами животных провести вот такую масштабную работу по вакцинации животных домашних. Значит, второе направление это создать иммунный фонд среди диких животных. Согласно данным науки, чтобы освободить территорию от бешенства, как минимум 70% животных диких именно должны иметь хороший напряженный иммунитет против бешенства. Это и есть вот этот фонд? Да, то есть это иммунный фонд в дикой популяции, который в дальнейшем будет способствовать освобождению территории. Мы в любом случае уверены, что дикая фауна именно является источником заражения домашних животных. То есть еще раз для всех тех, у кого есть собачки, кошечки, которые гуляют на улице, этих собачек и кошечек нужно привить от бешенства. Где? У вас? Либо в платных центрах? В первую очередь совершенно верно. Во всех государственных учреждениях ветеринарии имеется вакцина против бешенства, которые для владельцев животных являются бесплатными, поставляются за счет средств федерального бюджета. Мы уже получаем вакцину, не средства на приобретение вакцину. Есть необходимые условия для хранения, для использования вакцины. Есть квалифицированные специалисты. Кроме того, есть, конечно, и коммерческие вакцины в частных ветеринарных клиниках. Но самое главное, согласно ветеринарных правил, все животные должны быть зарегистрированы в государственных учреждениях ветеринарии. То есть, путь владельца животных, он в первую очередь лежит в государственном учреждении ветеринарии. Поскольку пояснить всем владельцам животных, что государственной ветеринарной службой ведется единая база всех животных, вакцинированных против бешенства в случае покуса, материалы, которые направляются из антирабического центра, из учреждений здравоохранения, они направляются именно в государственные учреждения. Мы анализируем, смотрим, были ли привитые животные. Если животных не прививали, соответственно, они должны быть помещены в карантин. Это обязательное мероприятие с последующей вакцинацией против бешенства. Ну и, конечно, мы сообщаем в учреждениях здравоохранения, там были привитые животные, не были привитые. Поскольку от этого уже будет зависеть схема, так скажем, профилактики человека, который имел контакт с больным животным. Если говорить про заражение человеком, давно у нас был такой случай? Последний случай, опять же, был зарегистрирован на территории Кировской области, хотя и в прошлом веке, но это не так давно, 1996 год, Ужумский район «Мальчик». Именно мы обращаем внимание родителей на необходимость проведения вот такой работы, не то что воспитательной, такой просветительской, с детьми. Это, мы считаем, очень уязвимая возрастная категория людей, которые не понимают еще той опасности, которую могут нанести дикие животные, имея контакт. Мы проводим информационную работу, выходим в школы, выходим с презентациями, предлагаем всем учреждениям образования города, Кирова, районов области, и, соответственно, находить взаимодействие с государственными учреждениями ветеринарии и планировать вот данную такую просветительскую работу среди учащихся школ по предупреждению бешенства. У нас есть звонок, да, слушатель на линии, добрый день. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста, как зовут вас? Да, зовут меня Вячеслав. Вячеслав, у вас есть вопрос, наверное. Да. А откуда из-за того оно берется, бешенство, как дикие животные заболевают? Сергей Петрович. Источником бешенства являются, это не только данные по Кировской области, это данные всемирные, значит, они подтверждены и российскими всеми исследованиями, и в том числе на территории Кировской области. Основной резервуар вируса бешенства – это лисица, популяция лисицы. Учитывая, что кроме лисицы на территории области, популяция янотовидной собаки тоже крайне высокая, вирус бешенства, значит, находится и в среде янотовидных собак. Ну, то есть это изначально какая-то мутация или что это? Нет, это не мутация, это не мутация. Именно вот инкубационный период заболевания таков, что в процессе, так скажем, инкубационного периода животное, которое уже, так скажем, вирус попал в организм, вирус попадает через покус, значит, не через воду, не через корма, он попадает через ранки, даже банально, значит, если кошка там поцарапала человека, то через микротрещинки при ослюнении или облизывании больным животным вирус попадает в организм человека именно по нейронам, по… Нет, я про лисиц не поняла. У лисиц-то он откуда берется? Да, изначально он откуда, то есть все это пошло? Это заболевание, которое регистрируется во всем мире, значит, именно вот на всех континентах и контакт больных животных друг с другом, он поддерживает эту, так скажем, эпизоотию, бешенство. Ну, то есть лисицы тоже от кого-то заражаются, вы это имеете в виду? Ну, так получается, что есть лисица зараженная в инкубационном периоде, она еще не погибла, то есть у нее еще симптомов нет, она вступает в контакт с другими животными своей же популяции, то есть бывает так, что самка, соответственно, может своих же детенышей, так скажем, лися, из гнезда, которые выходят, покусать, и, соответственно, дальше лисята заражаются. И инкубационный период, он до года идет, поэтому за этот период в течение года эти лисы, опять же, покусают других лис, то есть это как в геометрической прогрессии. Здесь, скорее всего, интересно, наверное, слушателю было источник, то есть первая лисица откуда, как вообще это все пошло. Вот у нас перед перерывом остается буквально минута. Хотелось узнать, точно знаю, что есть нестандартные меры, которые вы хотите принимать для решения этой проблемы, в том числе совместно с ГИБДД. Действительно, мы сегодня рассматриваем вопрос еще более широкого охвата иммунизации именно домашних животных. Не все владельцы, к сожалению, понимают необходимость вакцинации. Не надо уповать на то, что авось пронесет, что наши животные содержатся в домашних условиях. Вывозя на садовые участки, на дачные, есть риск, значит, животным быть покусанными дикими животными. Если собаку можно посадить на привязь, значит, соответственно, кошку там на привязи практически не удержать. И сегодня мы рассматриваем вопрос организации работы именно в вечернее время, в пятницу и в выходные дни, суббота, воскресенье, по организации таких передвижных пунктов вакцинации на трассах, по которым население города выезжает на садовые участки. Будем определять, опять же, при понимании, да, там, сотрудников ГИБДД, если мы определим совместно такие вот, значит, участки передорожные, где не помешают проезду транспортных средств, пытаемся, значит, разместить, значит, нашу ветеринарную помощь, автомобили с персоналом для проведения вот вакцинации тех животных, которые в транспортных средствах перевозятся на свои садовые и дачные участки и не вакцинированы от бешенства. Ну, то есть любой желающий сможет остановиться и совершенно бесплатно получить вакцину для своего животного. Да, еще, опять же, говорим, что вакцина, она бесплатная, те накладные расходы, которые там, шприцы и так далее, они там стоят минимальную сумму, поэтому эта вакцинация, она доступна будет для всех категорий. А на каких трассах вы будете стоять? Ну, опять же, сложно сказать. Сейчас вопрос находится в проработке с Министерством внутренних дел. Опять же, говорим, чтобы не только провакцинировать, но и не создать проблем для движения транспорта и обеспечить безопасность персонала, который будет проводить иммунизацию. Нам сейчас нужно на перерыв уйти. Уходим на две минуты, скоро вернемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Говорили мы про ситуацию с бешенством. Давайте напомним все-таки номера телефонов, по которым можно позвонить и сообщить о подозрительном животном, если такая ситуация возникла. Всем предлагаем звонить. Кировская областная станция по борьбе с болезнями животных. 62-44-11. Телефон руководителя учреждения. Кроме того, и на дежурную диспетчерскую службу администрации города Кирова. 48-00 и 64-00. Вся информация на ЕДДС передается и в государственные учреждения для дальнейшей работы. Не могли мы обойти стороной ситуацию с птичьим гриппом. Тем более, в последнее время эта информация очень муссируется в СМИ в связи с ситуацией в Ростовской области, где на предприятии Евродон была обнаружена зараженная продукция. И она распространилась по многим регионам страны. У нас в область, я как понимаю, она тоже пришла, но еще не зараженная. То есть продукция имеется, но без вируса. Сегодня необходимо отметить тот факт, что, в частности, если мы говорим про продукцию Евродона, произведенную в Ростовской области, факт инфицирования и наличие возбудителя вируса гриппа птиц был выявлен именно в регионах Российской Федерации, не в Ростовской области, а уже, по сути, в конечных пунктах реализации этой птицы. Мы говорим, что это мясо индейки, различные полуфабрикаты, замороженные, охлажденные, произведенные из мяса индейки. Конечно, данная продукция непосредственной опасности для человека не представляет, поскольку факт заболевания человека от употребления такой продукции, он не установлен заражением именно вирусом гриппа птиц. H5N1, мы об этом сиротипе говорим. Здесь для человека представляет опасность контакт именно с живой, с зараженной птицей, значит, с патматериалом, поскольку воздушно-капельным путем вирус, попадая в организм человека, способен вызвать заболевание у человека. Сегодня нужно сказать, что сам факт заболевания в Ростовской области, он не является единичным. Сегодня мы констатируем, что 2017 год, резкий подъем уровня заболеваемости в различных регионах Российской Федерации. Это центральный федеральный округ, южный федеральный округ. Ну и соседи наши также. При Волжске федеральный округ в мае, вот 9 мая подтверждена вспышка гриппа птиц на крупнейшей птицефабрике в Республике Татарстан, Лаишевская птицефабрика, 448 тысяч голов птицы, подвергаясь сейчас уничтожению. За период постановки диагноза птица с данной птицефабрики была реализована в часть районов Республики Татарстан, в том числе ближайший очаг в поселке Дербышки Советского района Республики Татарстан находится в 100 километрах от границы с Кировской областью. Кроме того, с данной птицефабрики птица была приобретена одним из владельцев личных подсобных хозяйств в Республике Мариел в Звениговском районе. И тоже был выделен вирус гриппа птиц, произошел падеж птицы. Кроме того, пользуясь оперативной информацией из официальных средств массовой информации, мы видим, что по пути следования данная птица, вполне возможно, сейчас проходит расследование, выбрасывалась машина на обочины, есть несанкционированные места биологических отходов размещения именно трупов птицы, из которых также выделен вирус гриппа птиц. То есть это тоже представляет определенную опасность, передачи дальнейшей? Конечно. Мы говорим о том, что не только домашняя птица болеет, болеет и синонтрупная птица, эти же биологические отходы, которые находятся в природе, они будут потребляться, опять же, воронами, хищными птицами, которые тоже могут заболеть и, так сказать, перенести, и расширить, так скажем, ареал вот этого вируса гриппа птиц и распространить на большие территории. И не только, значит, в личное подсобное хозяйство, но и на промышленные птицефабрики. Поэтому управлением проведены и совещания оперативные с руководством птицефабрик, пять птицефабрик на территории Кировской области, доведена оперативная информация и требования по работе в режиме закрытого типа. У нас, мы надеемся, что с пониманием подходят руководители, зная, что часть птицефабрик даже освобождает свои территории от лишних деревьев, там линии электропроводов прокладывают по земле, чтобы не было никакого, значит, факта нахождения вообще синонтропной птицы в границах территории птицефабрик. Ну и, конечно, то, что мы говорим по владельцам личных подсобных хозяйств, сейчас идет массовая продажа населению птицы на территории области. Данную работу осуществляет около 17 предпринимателей. Мы их тоже собирали в управлении. До всех доводится оперативная информация. Данные предприниматели при продаже птицы выдают на руки, мы их просили об этом, памятки, листовки о гриппе птиц. Самое основное требование к владельцам личных подсобных хозяйств, значит, во-первых, данная реализация должна осуществляться в установленных местах торговли органами местного управления. Те факты, которые мы видим в ходе проведения рейдов совместно с ОМВД и управлением Россельхознадзора, отмечаются факты реализации в неустановленных местах торговли. Во-вторых, владельцы личных подсобных хозяйств должны от продавца потребовать ветеринарно-сопроводительные документы. В данном документе указывается то предприятие, откуда птица вывезена, маршрут следования, конечный пункт реализации. Владелец должен посмотреть, потенциальный владелец птицы, соответствует ли тот пункт реализации птицы фактическому нахождению пункта продажи этой птицы. В случае сомнений, опять же, просим населения области оперативно направлять информацию в ближайшее государственное учреждение ветеринарии, в управление ветеринарией, здесь, чтобы принимать нам оперативные меры по пресечению. Во-вторых, требования по содержанию птицы в условиях, изолированных от любого контакта с дикой и синантропной птицей. Соответственно, это основное требование сверху, мы не говорим обязательно, чтобы птицу содержать в сараях, в душных закрытых помещениях. Самое главное требование, чтобы эти помещения были с боков за сеткой, чтобы не было возможности проникнуть не только крупным видом птиц, вороны, галки, голуби, но также воробьи и более мелкие виды синантропной птицы. А сверху данные клетки должны иметь сплошную кровлю, чтобы не было возможности попадания помета от пролетающей птицы в те кормушки, в те емкости, в которых находится вода для паяния птицы, чтобы исключить заражение птицы. А вот для нас с вами, для тех, кто покупает, допустим, мясо птицы на рынках, как нам быть уверенным, что мы покупаем незараженную каким-нибудь вирусом птицу. Основной документ, который подтверждает благополучие и безопасность приобретаемой продукции, это ветеринарно-сопроводительные документы. То есть спросить у продавца? Да. То есть мы рекомендуем спрашивать у продавцов наличие ветеринарно-сопроводительных документов. И опять же, те рейды, которые сейчас проводятся, показывают, что не у всех организаций торговли на реализуемую продукцию имеются ветеринарно-сопроводительные документы. Поэтому мы обращаемся к населению области в случае установления таких фактов отсутствия ветеринарно-сопроводительных документов, просим информировать управление ветеринарии Кировской области. Нам уже, к сожалению, пора закругляться. У нас сейчас на очереди новости. Я напомню, что мы в этой студии сегодня обсуждали риск столкнуться с бешенством, бешеными животными в Кирове. В гостях у нас был Сергей Федорович Чучалин, начальник управления ветеринарией Кировской области и главный государственный ветеринарный инспектор Кировской области Александр Асохин. Юлия Афанасьева. Сейчас Мария Кожевникова с новостями после тематической программы. И с новой темой мы вернемся уже через 20 минут.